Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Луки, глава 7, 44 по 10 стих. И обратившись к женщине, сказал Симону, Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал. А она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал. А она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие. За то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя. Кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Толкование. Господь обнаруживает в Симоне гордеца и безумца. Гордеца, потому что он сам, будучи человеком, осудил человека за грехи. Безумца, поскольку не разумел, что жену, которая явила такие знаки веры и любви, нужно было принять, а не отвергнуть. Поэтому Господь и обличает ее в этом. Его в том. И обличает его в том, что он напрасно осудил жену, которая сделала столько, сколько сам он не сделал. не сделал даже гораздо низшего в сравнении с ней. Поскольку ты сказал, что я не пророк, так как я не различил, что она грешница, то вот я... Обличаю помышление твоего сердца. Пальцем покажи ты. Обличаю помышление твоего сердца. Чтобы ты знал, что я знаю, как сокрытое в тебе, так еще более знаю, относящиеся до нее, что знают и многие другие, возлежащие вместе с ними. Другие, точка, что ты. Многие другие, точка, что ты дальше-то это читаешь? Многие другие, возлежащие с ним. И многие другие, возлежащие вместе с ним. И при том, работники не сообразили, что сказанное им к Симону, очень прилично идет и к ним. Господь, Господь, усмиряя ропот их и желая показать им, что всякого спасает вера его, не сказал, «Жена, я тебя спасаю», чтобы они не воскипели большей завистью. «Но вера твоя», это сказал он, частью для того, чтобы успокоить зависть их, а частью для того, чтобы вести их в веру, дав им знать, что вера, именно она спасает. «Иди с миром», то есть в праведности, ибо праведность есть мир с Богом, подобно как грех вражда на Бога. Смотри, отпустив ей грехи, Господь не оставил ее только с отпущением грехов, но придал ей производительную силу добра, ибо слова «Иди с миром» ты должен разуметь так, «Ступай, делай то, что возвратит тебе мир с Богом». Ну и какие мысли у тебя после прочтения возникают? Как? Аминь. Аминь. Как это к себе можешь применить? Не молчи. Что-то коснулось тебя из прочитанного? Грешница, большая грешница, придя к Господу, целовала ноги и обливала слезами, и вытирала волосами головы своей ноги его. и... 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 А он что? А он в сердце своем сказал, если бы знал ты, кто перед тобой, ты бы не делал этого. и... 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 в твой дом приходила грешница, плакала, каялась, а ты ее не пустил. Было такое... вот такого не было. Ну а чего ты на себя наговариваешь, что тогда? Он судил ее. Чем Господь отличил грешницу, эту великую, и вот этого Симона, фарисея? Чем они отличаются? для... по отношению к Господу. Дальше вот. А потому сказывается тебе, то есть ты... дальше-то давай договаривай, что... она... ноги вытирала, слезами его... умывала ноги, а ты целованиями не дала. Дальше-то что? К нам-то это как относится, к грешникам? ну... 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 кто мало... кто мало возлюбил, тот мало и получит. да не возлюбил... да не возлюбил... ну... читай вот еще... ну... мало... верит... да не верит... ну... вот... читай святого... а потому сказываю тебе... прощаются... прощаются... ага... прощаются... грехи ее... многие... за то, что она возлюбила... много... а кому мало... прощается... тот мало любит... ну вот... кому мало прощается? ну... в фарисеи... в фарисеи... у тебя... много грехов или мало? много... ну... а что ж ты себя в фарисеи записал-то? в фарисеи мало было грехов... да... или ты его записал что... ты еще и ниже наверно... у тебя много грехов и ты мало любишь, да? ты даже ни к блуднице, ни к фарисею наверно... тебя отнести нельзя... дьявол воплотить такой... сидишь... чему Господь-то учит? вот... здесь... вот... пост... молитву в конце всегда читаем... Господи Владыка живота моего... повторить можешь? дух праздности... что такое праздность? ничего не делать... есть у тебя это? есть... любоначалие... что такое любоначалие? ну... любит... командовать... любит командовать... любишь командовать? нет... ну тебе не над кем командовать-то... в армии командиром был или подчиненным? каким командиром? ну вот... рядовой... военно-строитель... нет у тебя любоначалия... но все равно любишь... по-своему делать... это тоже близко... дух праздности... в любоначале... что там дальше? что там дальше? сребролюбие... есть у тебя сребролюбие? да... какое сребролюбие... ну... на необходимое... это... вот так... какое сребролюбие... ну ты... я слышал... деньги под процентов банка... да... ничего не... ничего не делать... капитал умножается... ну... для нужд... ну какая... да... все сребролюбие для нужд... для себя... не для ближнего же... ну... так у меня... необходимое... всем необходимое... нету... и... что у тебя нету... куда голову приклонить... ну как же... врешь сидишь... как нету-то у тебя... ну так... надо же его утеплять... и что теперь? живу как чуть... и что теперь? надо в банк деньги под проценты дать? ну... а куда их ложить? под подушку что ли? там быстрее украдут... ну... в банке думаешь... не украдут... сколько их банков полопалось? ну вот... дух праздности то... мы молимся... то... ничего не делать... деньги в банк положен... ничего не делаешь... на проценты... да какая разница... под сколько процентов ты отдал? под двенадцать... под двенадцать... это ты отдал ему сколько? 150 тысяч... 150 тысяч... на сколько? на год... на год... сколько он тебе через год обещал отдать? ну... 12 процентов... около 18 тысяч... за год всего 18 тысяч... за год всего 18 тысяч... а пенсия у тебя сколько? 8 тысяч... 8 тысяч... не хватает... ну... какая-то пенсия... минимальная... а? минимальная... какая? ну... минимальная... минимальная... научился платочек... кашлять... молодец... растешь... ну а дальше то... как нам к этой подвести... а дальше... чего мы просим избавиться то... какого духа потом просим... дух же целомудрия... смиренномудрия... кротости... любви даруй мне... работу твоему... и дальше... дай мне видеть мои... прегрешения... и не осуждать... брата моего... брата моего... вот... но если ты видишь свои прегрешения... говоришь, что ты великий грешник... так ты должен и... настолько же и возлюбить Бога... насколько сознаешь себя великим грешником... много он тебя простил, Вася... не знаю... не знаю... много он... простил ли он тебя? не знаю... ты на исповеди был? не... ты слышал как священники... к тебе говорят... властью данную мне от Бога... прощаются грехи тебе... ты в это веришь? верю... ну а что же говоришь... что не знаешь... значит не веришь... ты веришь, что... Бог дал... власть... прощать грехи людям... тунул... и сказал... кому простите, тому простятся... на ком оставите, на том останутся... верю... ну а что же говоришь... не знаешь... сколько ты раз на исповеди был... в своей жизни? два раза... два раза... первый перед... ну три раза... один раз не получилось... ну что... пришел на исповедь... и что не получилось... дьявол... дьявол устазом к нам, да? или что... стыдно было... признаваться... ну туго... туго что-то пошло... к исповеди... не готовился ты, наверно... к исповеди... пост-то соблюдал перед исповедью? да я не помню... да чё не помню... ты же говорил, что... после крещения ни дня не постился... а ты знал, что перед исповедью нужно три дня поститься? так и постился... у меня мяса не было... я на каше... ну... считай пост... ну это... ну должен человек осознанно поститься... не потому что у него мяса нет... а потому что так церковь повелевает... а так... у меня мяса нет... я пощусь... лопаешь по три ведра... каши... зараз... ну и чему нас эта притча учит-то? кому много прощено... тот много любит... у тебя же было перед... перед крещением... вот это слезное покаяние у меня... ты помню... плакал... осознавал свою греховность... но вслед за знанием... то что должно быть Господу? покаяние... любовь... любовь... вера... любовь... в чем любовь выражалась у этой женщины... великой грешницы? любовь... она... человала ноги... его... слезами умывала... головой... да... волосами головы свою... вытирала... да... как мы сегодня можем это сделать? вот взгляни вот туда... что это на стене он висит... правее... распятый... Христос... верует... что он... за твои грехи вымер... верует... в Господь... вот... это мысленно мы должны... всякий раз... смотреть на него... из благодарности... омывать его ноги... целовать... можно даже это делать и... физически... вот его образ... люди к иконам прикладываются... поцелуют... вот... вот его... Матерь Божья... с младенцем на иконе... вот угодник... дальше там... целитель Пантелеима... можем к ним... с помощью обращаться... как нам... сегодня... дальше... раскающемуся... грешнику... что нужно делать... как... златоустучит... кто крал... впредь... не кради... подавали... да... будь велосипед... а трудись своими руками... чтобы было из чего... уделять нуждающемуся... воровал... трудился... своими руками... да... для чего... уделял... трудился... для чего... ну... ну... говорит... ну как... для пропитания... златоуст... как учит... трудись своими руками... дабы было... из чего... что дальше... уделять... уделять... нуждающимся... ну... было у тебя такое... значит... покаяния в воровстве... не было истинного... пьянства... да... ну... в молодости... вот... как златоуст учит... кто... опивался... вином... впредь... даже... воздерживайся... от воды... было у тебя такое... ну... прям... сильно... то есть... добродетель... противоположный... ну... выпивал... сильно... не запивался... ну... а чего ты сильно делал... какой грех... прям... тебя сильно... ты в каком... мучил... может... до сих пор тебя мучит... то есть... часто... как... кого мучит... сейчас... вроде стоит... отмучился... да... вот такие слова то не говорите... что это... ну... а другие грехи... да... мучают... они тебя... как... избавиться... ну... если крал... то уделяй... милости... если объедался... что нужно делать... умеренно есть... умеренно есть... ну... ешь ты... умеренно? Пока Сергей Павлович палкой не выгонит из-за стола Ты перестал объедаться или нет? Ты говоришь, раньше питался один раз, сейчас питаешься три раза Но ты при этом, для чего ты стал три раза питаться, чтобы меньше повращать за один раз пищи, чтобы не объедаться? Для этого? Ну так вот, время ты даешь А если бы... Я заразу же в это время не укладываю Не объедешься, да? То есть... Не успеешь объесться Не успею, конечно А если бы я тебе время не давал А если бы я тебе время не давал, не выгонял бы тебя из-за стола Так же продолжал бы объедаться Ну да Почему у тебя покаяния в этом грехе нет? Какое это место? Ну как объедаться? Ну насытился и влагу Сильно-то объедаться как вредно Ну ты опять лукавишь То есть ты перед этим говоришь Да, грех объедения тут же Да нет, я просто насыщаюсь Ты стыкается в этом совершенно не хочешь Хочешь лопать, 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 лопать Ну я не знаю, ну мне кажется Просто насыщаюсь Ну у меня же комплекция Так делают они в комплекции И худые объедаются И толстые постятся Так толстые Что теперь? Я очень знаю, который Жир-то откуда он берется? От избыточной пищи Ну понятно То есть ты, потому что ты худой Ты поэтому И считаешь, что ты не объедаешься Ну ты перед этим сказал Да, что какие тебя грехи мучают Грех объедения, лени Ты как поешь Три тарелки навернешь Так тебе сразу все скопытился Спишь сидишь На занятиях Пока голодный Смотрю, сидишь Слушаешь внимательно Игнать Тихонича Как только трапеза Все, брови В пол и все И уснул Так или не так Они два беса рядом стоят Объедение и лени Поелся, наелся Ничего делать неохота Как в мультике Ну вот поели Можно и поспать Поспали Можно и поесть Так жизнь не проходит Телевизор Холодильник Туалет Да Какой телевизор? Свету нет Телевизора нет Свету нет Свету нет Свету нет Да У меня то есть уже живешь У тебя то есть Ну ты сам полуношный Ну я душеполезные вещи смотрю Вчера какой фильм смотрели с тобой? Политика Как называется? Миропорядок Соловьё Да Владимир Да То есть в объедении у тебя покаяния нету совершенно Раз ты худой, что и можно лопать и все Но перед этим как ты говорил то что? Ну как бы люблю поесть, но я сильно то не объедаюсь Ну насытился и влаж Сколько времени за столом проводил? Ну один раз питался За трех часов Ну ты считаешь? У меня еще зубы болели в то время Сейчас мало-мало так Ну вот мы Сравнительно Да Не болят Не болят Ну сравнительно Ощущаю Один то у тебя что вырвали мы с тобой? Ну Давай покажем зрителям Зачем? Как мы с тобой выдирали? Больно было тебе? Да никого Ну и нос Хорошо я тебе выхлестнуло Ну Как мы с тобой выдергивали? Перчаткой боксерской? Петлю набросили и дело с концом Ну вот И не надо было к врачу ехать Все Сейчас тебе жевать то не больно? Ну Сейчас хорошо Ну Дёсты Еще Воспалены Ну У меня это У меня От брата Как зуб заболел Так и Этот зуб болит И Дёст 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 Ну вот Постоянно воспален Вот Около зуба Верхняя Завидовал Когда нибудь Кому нибудь Да какая зависть Все под Богом ходят Брату своего богатому не завидовал? Да Чё ему завидовать? Ну как У него теплый дом Ну и чё Жена Красавица Ну да какая красавица Она красавица Они обои вместе пели Избивал Жену избивал? Ну Ну По пьянке А ты не заступился за жену то? Так А я же Муж и жена Одна сатана Пусть сами Пусть Сами в своём деле разбирают Она сама виновата Наверно была Наверно А она Блудливая Блудливая? Ну А он? Да и он такой же Два сапога пара Ну Когда Она ему изменит Он её хлещет А когда он и она его наверное Да Она Она как на него руку поднимется Нет Ну Ему Сильнее Значит Ему можно А ей нельзя Да? Хорошая семейка Ну Ты его наставлял Ну Она сейчас Лепьёт Покаялась? Ну Да Я не знаю Лепьёт Бросил А он? Ну Прикладывается Ну Ты его Вразумлял? Да Как Толк Ну Тут Я не спрашиваю Толк Если ты ему говорил Что это грех Что Христос Вот Умер за твои грехи Покаясь Евангелие Ему Давал почитать Сказал? Я ему Библию В день рождения Подарил Да Вот Видишь Молодец А где ты её взял Библию? Да Покупал Покупал Ну Узнавал Читает Он её хоть Нет? Да Я сомневаюсь Сомневаюсь Просто Подарил Читает Ну и то уже Это великое дело У него Слух Бор Мат Кто? Мат постоянно Материться Материться А ты Матерился В детстве? Да 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 Очень Редко Так Врывались Матерные слова Ну Последнее время Наблюдаешь за собой такое? Ну Вот И у меня Было Тоже Надо на исповеди Сказать Батюшка Мне говорит Как скажешь Сверхное слово Сто поклонов Делай Вот Я тебе такой же советую И уйдёт от тебя Это тоже Негоже христианину Матюкаться Не может Одно его Из одного источника Пить Горькая Сладкая Вода Не можем Одними и теми же устами Хвалить Господа И Скверные слова Говорить Не должно Так делать Ну вот Как этого грузина Посмотришь Ну Грузин Чего он Сатира У него Хорошая Сатира Но при этом Матюкается Вот Хороший ролик Можно было бы С друзьями Поделиться Как он эту басню Перевернул Стрекоза и муравей Ну Расскажи Ну Нас Говорит В детстве Учили Что В басне Ивана Крыладзе Муравей Хороший А Стрекоза Плохая Стрекоза Лентяйка 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 Но если Песни пел Но если Разобраться Муравей Кулак Все Склады Свои Забил Продуктами А Стрекоза Это Культур Мультур Культурный работник Ну Культурный работник Культур Мультур Уважать Уважать Культуру Мультур Кулак С кулаками Нужно Раскулачивать Раскулачивать И Куда Его На Колыму А Это Говорит Она Очень Много Быстрей Мурашата Могла Говорит Петь И Танцевать И Ещё Много Кое-чему Другому Вот Ладно Василий Ну Чё Скажешь Великий ты грешник Или невеликий Будешь Ноги слезами Утирать Великий Грех Какие грехи Тебя мучают Сегодня Знаешь Что Ты Простил тебя Господь За какой Грех А за какой Не простил Сомневаешься С какими Грехами Ты сейчас борешься Ну или Давай про меня Как ты думаешь Я с каким Грехом сейчас Борюсь На меня Посмотришь И сразу скажешь Что во мне Так не так А Ну Тебе со стороны Ну Тебе со стороны Ну как этот грех называется Ну как он называется Ну как он называется Грех объедение так и называется Ну да Объедохуся без ума смеяхуся Такая молитва Есть На церковном славянском Как я с ним борюсь Как я с ним борюсь Как я с ним борюсь Ну как ты Ну тебе виднее я Ну я же Мало кушаю Вот так Ну ты Как считаешь Тебе нужно мало кушать Или у тебя все нормально Или так же можно продолжать по 3 часа Может я зря на тебя наседаю Как твоя совесть это подсказывает Ну совесть Совесть Есть оно у тебя Ну плотское как бы Выпирает Выпирает То есть Ну желание переесть Пересытиться Это плотское или духовное Плотское Плотское А сдерживать свои плотские желания Укрощать свою плоть Это духовное Апостол Павел говорит Смиряю и порабощаю тело мое Как ты вчера вечером визжал то Вспомни А можно еще Лапшички поесть Вкуснятина была Вкуснятина была Да потому что Сергей Павлович приготовил А то что ты готовишь так Собаке морду отворачивает Да Вчера пища с маслом Поэтому и вкусно было Поэтому и охота была объесться Но пост сейчас строгий идет Вот наступит Пасха Там можно чуть-чуть будет Не долго уж осталось До какого числа До какого числа До какого До какого Ты как этот Да я не понимаю Брат мой Не понимаю В церковных Ну Скоро Вася Скоро Не долго осталось До конца марта Да Где-то так Я сейчас не помню Когда в этом Буду Пасха не смотрел Это мы с братом С двоюродным Сидим Медали Деда воевал Ну и он Этот Вот тебе Орден Этот Тебе Делим его Медали Ну и дед то заходит А вы что тут делаете то Да вот Говорит Медали твои делим Забрал У нас Вот когда Говорит Помру Тогда и делить будете А брат сразу Нашелся Говорит Дед А когда ты помрешь Так и ты Ой ой А когда Пасха То есть тебе паститься Не в радость А в тягость Ну и что дед Во сколь помер то Да помер уже что Во сколь лет Не помню Да тоже наверное Лет 75 прожил Вот А нас как Где походите А нас как Учит Верхпоеве 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 Баевской район На родине у себя Село такое Верхпоева А нас как Учит Господь Когда постишься Не делай лицо свое Унылым Подними брови Вот так Помашь голову свою Илеем То есть Расправь Улыбнись Ходишь Угрюмый Опять вчера в храм На бровях заполз Что ты как с капустой В бороде Капуста Уже не едим давно Для всего Она там Монах Смотри Открыто На мир Что ты там Или ты как этот Как мытарь Как мытарь Боялся Нет Не монах Мытарь Фарисеи Мытарь молились Фарисей Как молился Притча о мытаре фарисеи Благодарю тебя боже что я не таков Какой Как Этот Мытарь Ну А мытарь Как молился Он Боялся даже Боялся Голову Вот Так ты кто Мытарь или фарисей Мытарь или фарисей А Если ты голову так опускаешь Да не фарисея Мытарь Не можешь даже Развлечить Фарисей Он не склонял голову Он гордо Смотрел И Бога Благодарил А ты Ведешь себя Как Глаза опустил Как мытарь Великий грешник И тоже фарисей Ты Все грехи собрал И мытаря И фарисея Каяться Не хочешь Улазить Из этой Берези А Василий? Ну в одиночестве С самого детства Ну ты уже со мной Люблю одиночество Ну Ты уже со мной сколько живешь Чего не сбежал до сих пор Одиночество любишь то? Да как у меня там Печка по черному топится Как баня по черному Ну а если бы там у тебя Нормально все было Сбежал бы? Ну то что бы я сбежал то? Ну ты говоришь люблю одиночество Под своим крылом А чё тебе моё крыло Если ты одиночество любишь? Чё крыло? Я сейчас С тобой позанимались Да всё У меня целый день Нету я целый день Как мураш А ты басни почитываешь Культур мультур Скоро Скоро раскулачивать меня Начнешь Сдашь меня Куда-нибудь На Колыму Сейчас уже закон то другой Поощряют Поощряют Таких людей Поощряют коммерсантов Да Ну Да и культур мультур Тоже посмотришь Телевизор то Кого только нету там А он это Ну почитает СССР СССР вовсе грудь Да Тоже В СССР Тружеников любили А лодыри и порицали А сейчас Банковских работников Работников Культуры Развелось Ничего не произволят Сосуд Столько бюрократии Вот Великая Великая Русь Православная страна Да православят они Нюхали они Вот Никакого контроля За ними нет Ничего Да Расплодились Кто? Ну вот эти дармоеды Стрекозлы Стрекозлы Да почему Эти кулаки Кулаки Или как Как сказать Наоборот Эти Ну вот это Стрекозы Стрекозы Расплодились Это лодыри Да Ну Ничего не делают А деньги получают Да Вот Ну а ты так К себя Кому Прочисляешь К какому классу Такая Работяга Бедняк Муравей Муравей Да Бедняк Да Не кулак Ну какой кулак Сколько у тебя Недвижимости Да Какая Это Недвижимость Она Как бы Купи Купить Купила Что с ней делать Не знаю Только Оплачивают За землю Но Налоги Оплачивают А ты зачем ее покупал то Так же Покупал для рыбалки Моя родина Ну я хотел там утеплять Брать Повернуть Пошли Где то на горе Под горой Хотел утеплять А там тоже домик у тебя Или только земля Домик Ну он это Ничего себе бедняк Два дома у него Еще и квартира Домик Домик летний Там Да какая разница В некоторых И этого нету Еще у тебя Это кто она Комната Или как Гостинка Она На Гулыге Да Там Там тоже На полоте Там Весь Сгни Ну Так с кособочем Ну может быть там Будут Ну Он Будут ef pues Может там будут Сноси Уголов Ушел Где то мало mobile Ну там то живут люди Ну вот А в твоем углу кто то живет Спасибо.